В бизнес мы делаем и продаем компоненты для разных средств разработки. Сначала это было Delphi, если кто помнит, такая штука была. Потом мы перешли на .NET. Ну и продаем его, так сказать, по модели Shareware, то есть Try Before Buy. Какое-то время мы даже пробовали продавать end-users soft, но как-то оно не пошло. Вернулись к истокам и продаем сейчас главным образом вот эти самые .NET компоненты. Главный у нас продукт это Easy Query, такая библиотека, которая помогает организовать дружественных пользователю интерфейс для поиска и фильтрации данных в .NET приложении. Компоненты решают две простые задачи. Она приспоставляет удобный UI, с помощью которого пользователь может построить такой достаточно сложный запрос просто мышкой. Не надо знать ему про структуру базы и так далее, таблицы, связи между ними. И, собственно, такой построенный пользователем запрос преобразовывается уже в SQL или в LinkedInQ и отправляется на выполнение. И пользователь получает, собственно, данные, которые он хочет найти. И сейчас у нас новый проект, тут уже год мы над ним работаем. Это является причиной, почему я сегодня здесь. Я начал некоторое время назад интересоваться темой машинного обучения, artificial intelligence вообще, и машинного обучения в частности. Прошел несколько курсов, как онлайн, так и офлайн. И проект, о котором я говорю сейчас, который мы стартовали, он как бы направлен в важная цель – это автоматизация службы поддержки пользователей. То есть, условно говоря, чтобы как максимально первая линия поддержки максимально покрывалась какими-то автоматическими ботами, а не живыми людьми, что позволяет снизить издержки на эту область деятельности, на пользовательство, на customer support. И сейчас у нас уже есть первая бета этого продукта, точнее, часть этой системы, которая занимается управлением документацией, управлением базой знаний. И вот что примечательно, мы вот как бы документацию по нашему предыдущему продукту, easy query, ну не предыдущему, он дальше продолжает быть, сделана как раз в этом, в аистенте, то есть в новом продукте. И можно уже там зайти на сайт и посмотреть, как это работает. Вот. Ну, то есть, причина, по которой я здесь сказал, значит, начал интересоваться машин-левнингом какое-то время назад и с выпуском Microsoft'а вот таки .NET в мае этого года решил попробовать, как это все работает. Собственно, и опытом, с чего собираюсь поделиться. Так. Значит, наш на сегодня план. И когда Игорь мне вот предложил рассказать про ML.NET, мы с ним вот решили, что необходимо сделать какое-то краткое введение на обучение, вот, и поэтому будет посвящена первая часть. Вот. Ну, буквально это будет такой краш-курс из шести слайдов, вот, после чего все присутствующие могут смело записывать пункт Data Scientist. Дата Scientist или там Machine Learning Specialist, да, в свое резюме и требовать, наверное, повышения заработной платы. Значит, сразу же объясню, что этот такой краткий обзор совсем на людей, которые либо очень мало знают про Machine Learning, либо делают, так сказать, первые шаги. Если вы уже там участвуете в конкурсах на, в этих соревнованиях на Kaggle, или там строите сложную архитектуру нейронных сетей, то есть тут вам вряд ли вы услышите что-то новое в нашем, так сказать, в этой презентации. Вот. Я сам тоже не являюсь там Data Scientist, не стоит меня спрашивать про какие-то там, какие гиперпараметры лучше подобрать для использования там алгоритма Random Forest для задач классификации или что-то такое вот. Я Дотнет-разработчик, и эта презентация больше рассчитана на Дотнет-разработчика, которые хотели бы понимать первое, где и когда можно применять, значит, Machine Learning, как это сделать с помощью ML Дотнета, собственно. Значит, вот это будет первая часть, потом мы, собственно, перейдем к обзору ML Дотнета, и будет потом демка, которая, как бы, она простая, но на реальной работающей, как бы, ну, решает реальную задачу, которую сейчас можно даже уже на нас на сайте посмотреть, как она работает. Вот. Ну, и какие-то выводы и вопросы в конце. Я думаю, что где-то мы там минут сорок на все уложимся. Значит, машинное обучение для тех, кто, как бы, или не сталкивался, или не сталкивался, но недостаточно, так сказать. Что такое машинное обучение? Лучше всего начать с описания задач, которые они обычно решают с помощью машинного обучения. А это не все задачи, которые решаются с помощью, там, софта вообще. Да. И вот, собственно, на картинке сверху, на картинке вот на экране представлена очень упрощенная иерархия основных типов задач машинного обучения, которые решаются с помощью машинного обучения. Упрощенная, потому что сейчас все, конечно, несколько сложнее, но для оценки целей введения в сам предмет, да, лучше всего представить именно вот таким вот образом. Вот. Порядка, наверное, 90%, я бы сказал, задач, которые решаются с помощью машинного обучения, попадают вот в один из представленных типов. Это стерилизация, классификация или регрессия. Ну, они еще делятся там на supervised и unsupervised learning. Об этом мы, наверное, еще отдельно там скажем пару слов потом. Значит, подробнее про каждый из типов задач. Катция. Катция это, то есть, набор объектов и предварительный заданный некий набор классов. И ваша задача отнести каждый объект к одному из классов. То есть, классический пример, задача определения спама. Спам не спам, да. Или задача по выдаче, то есть, там, система, которая определяет, можно ли вам выдать кредит. То есть, оно там оценивает ваши некие характеристики и говорит да, нет, да. Или, ну, это все примеры такой бинарной классификации, то есть, когда у нас два класса. Есть, конечно, классификация там на несколько, на более двух классов, да. Ну, например, у вас есть картинки, и вам нужно определить это там кошечка, собачка или человек. Или тоже классическая задача это определение написания, ну, текста написанного от руки. Особенно там, если даже можно упростить, определение чисел написанных от руки. Точнее, даже цифр. Цифр у вас там 10, да, от 0 до 9. И вам нужно, собственно, по картинке отнести к одному из классов. Вот это задача классификации. Вторая задача называется регрессия. И, значит, задача, так сказать, звучит так, что есть набор объектов с некими характеристиками, да, можно назвать фича, да, по каждому объекту. И специальная характеристика, результат, значение которых зависит от остальных. Вот тут на примере у нас, по сути, одна входящая характеристика. Это пример тоже классический, обычно на всех курсах машин лернинга, начиная от регрессии именно вот с этого примера. Это, значит, задача определения стоимости дома. У нас всего лишь одна характеристика по дому, это его площадь, да, и есть, собственно, результирующая характеристика цена. Ну, и вот тут представлено, что есть набор данных, вот эти вот квадатики, которые нам уже известны, и есть некая, допустим, на вход у нас подается цена там, ну, допускай, это будет 62, да, и нам нужно, задача регрессии соцсетует в том, что надо предсказать, какой будет цена, вот, исходя из тех данных, которые у нас были до этого, да, под другие значения. Вот. Последняя задача из таких основных, задача кластеризации относится к так называемой unsupervised learning, это когда у нас нет ярко выраженных результатов, да, то есть в случае с спамом у нас по каждому письму у нас есть типа класса, спам не спам. В случае там с ценами на дома у нас есть цена, да, есть характеристики какие-то, там, площадь, есть цена. Здесь же у нас просто есть данные, и нам нужно обнаручить какие-то внутренние взаимосвязи и зависимости, существующие между этими данными, между объектами. Вот. Тоже классический пример задачи Google News, когда он с разных источников, то есть одинаковые новости, полученные из разных источников, он объединяет. То есть он говорит, что это одна и та же новость, да. Еще тоже пример хороший, аномалий детекшн, когда у вас есть некий набор данных, и вам нужно определить, какой из этих вот объектов в этом наборе, он, ну, выходит за некие там границы. Ну, то есть, сами границы мы не знаем, мы их как бы предсказываем на основе тех данных, которые у нас есть. И тоже пример, с которым вы, наверное, все сталкивались, это система рекомендаций. То есть когда вы там на Амазоне покупаете, вам предлагают какие-то продукты, вы там на Нетфликсе смотрите фильмы, вам Нетфликс предлагает какие фильмы, он думает, что вы их хотите тоже посмотреть. Это все пример задачи, вот, recommendation system, которая, как бы мы решали эти задачи, не знаем мы про machine learning, да. То есть как вообще решаются задачи, так сказать, разработки софта. У нас есть некий набор данных, есть некий код, вот, который написал какой-то там разработчик, вот, и есть выходящие данные, ну, то есть там результат, который мы хотим получить. Ну, то есть там, если представить себе ту же самую задачу определения спам-не спам, то, скорее всего, бы сел разработчик, да, и написал бы там что-то. Если там в письме встречается слово Viagra, то это спам. И там, если у нас, значит, письмо из Нигерии, то это тоже спам. Ну, и так далее. То есть какой-то набор правил там себе попридумывал, оформил бы это все в виде кода. Ну, понятно, что в общем случае такой подход именно для этой задачи работает очень плохо. Поэтому так работает решение этой же задачи с помощью методов машинного обучения. Значит, у нас все то же самое. Есть набор входных данных, и есть штука, которая называется модель, и в которой в этой модели зашиты нужные решения или вычисления, которые приводят к необходимому результату. Вопрос, собственно, как получается эта самая модель. Получается она на основе наших, собственно, входящих данных. То есть у нас есть большой набор входящих данных. То есть, условно говоря, опять же, если возвращаемся к задаче спам, не спам, у нас есть там и письма, да, и тексты, и кто-то предварительно, письмо, там, человек, пометил, это спам или это не спам. То есть у нас уже вот большое количество таких данных уже есть, да. Оно подается на вход некому алгоритму машинного обучения. Алгоритмов этих множества мы там немножко увидим в последующем. И уже алгоритм выбирает уже не разработчик обычно, а человек, которого обычно там называют Data Sight, или там ML Specialist, да. Ну, то есть он на основе 100 изданий определяет, какой именно для этой задачи, какой алгоритм лучше всего подходит, выбирает, применяет, получает в результате вот эту самую модель. То есть это, по сути, некая структура данных, в которой зашит алгоритм работы над входящими данными для получения нужного результата. И вот если вот ту самую с первого нашего слайда по этом разделе про иерархию задач машин-долинга немножко расширить и представить, какие есть вот, собственно, алгоритмы для решения задач, они тут перечислены, это, естественно, совсем неполный список, их гораздо-гораздо больше. Эти алгоритмы, значит, они применяются, на самом деле, для решения разных задач. То есть те же самые нейронные сети могут применяться вообще везде для решения задач классификации, для регрессии, для пластеризации. Ну, некоторые имеют более специализированное назначение, да, там, на e-bar обычно только для классификации, его просто не получится использовать для регрессии. Вот. Ну, короче, все эти алгоритмы, это дело, наверное, не знает никто. Есть люди, которые там больше ориентированы на решение задач классификации, другие на решение задач регрессии, а тем более, как детально работают каждый из этих алгоритмов тоже, кто знает, скажем так. Ваша, ну, то есть задача, первая задача людей, которые начинают, как бы, вникать в тему машин-любинга, это, собственно, понимать хотя бы, какие алгоритмы когда лучше применять. Вот. Я уже не говорю, там, какую-то тонкую настройку этих самых алгоритмов. Существует, то есть там, завершающий, может быть, слайд по введению машин-любинга, существует, как бы, при решении задач машинного обучения некий такой pipeline, некий стандартный задач. И разбить его условно можно на четыре этапа. Первые этапы, первые три, это относится именно к обучению, а уже последнее, это уже, собственно, применение обученной модели на реальных данных. И первые три этапа, это, значит, у нас в препроцессе, препроцессинг, лернинг и эволюэйшн. Творительная обработка данных. Данные у нас обычно, это очень, не зря тут показано таким более крупным графиком, потому что, наверное, при решении, опять же, сейчас, при современном развитии инструментов машинного обучения, вот эта часть наиболее, наверное, занимает наибольшее количество времени. Почему? Потому что данные у вас обычно приходят в неподготовленном виде. Если мы говорим о той же задаче, спам не спам, у вас просто текст. На вход алгоритму машинного обучения, это вы не подадите. Вам нужно, он требует каких-то числовых данных, да. То есть вам нужно как-то подготовить, преобразовать текст, некие, так сказать, некие вектора чисел. Вот. Потом вам нужно для того, чтобы оценить вашу модель, разбить на тренировочный, так сказать, набор данных и тестовый набор данных. Возможно, вам нужно какие-то там значения повыкидывать, потому что они не содержат достаточно данных. Ну, допустим, у вас там колонка в задаче про цену домов, да. У вас там есть там площадь, количество комнат, я не знаю, там, этажность. И по некоторым данным у вас площади нет. Там запись, где есть этажность, два этажа, пять комнат, но нету площади. И вы понимаете, что на вход такие данные подавать нельзя, вы их просто должны вытянуть. Ну, в общем, любая предварительная обработка данных относится вот к этому первому, к первой части этого процесса. Дальше, собственно, у вас идет выбор самого алгоритма и, как сказать, применение его. То есть вы эти входящие данные применяете, то есть применяете к ним этот выбранный алгоритм машинного обучения, получаете некую модель, идет процесс эволюэйшена, то есть оценки, насколько эта модель хороша. Чтобы оценить, насколько она хороша, как раз у нас вот и предварительно обычно мы поделили наш общий, так сказать, набор данных на тренировочный и на тестовый. Обычно в деле там весь набор данных в соотношении 80 на 20%. То есть 80% на 80% тренирует, на 20% тестирует. То есть тестирование, как происходит, мы данные из тестового набора подаем на вход нашей модели, которая у нас получилась, и сравниваем, ну так как этот тестовый набор у нас уже результат есть, мы сравниваем полученные, значит, predicted данные с теми, которые у нас были. Ну и оцениваем, насколько они, так сказать, совпадают, не совпадают. Если совпадают, не совпадают очень сильно, мы повторяем процесс, мы там пытаемся что-то сделать с нашими данными, пытаемся выводить другой алгоритм, пытаемся настроить наш выбранный алгоритм, пытаемся сделать что-либо, что улучшит наш, собственно, результат. Ну и результат уже дальше не улучшается, мы как бы отправляем это в продакшн, и полученная таким образом модель, ну она работает на каких-то реальных данных. То есть она определяет спам, не спам, она определяет давать кредит или нет, или она предсказывает цену дома по их другим характеристикам. Вот так вот работает вот этот самый процесс, обычный процесс решения задачи, которую решается методами машин лернинга. Про слайдов, про текущее состояние дел в этой области. Значит, надо, как мы видим, вот внизу у нас показаны языки, на которых обычно, так сказать, эти задачи решаются, а сверху некие там феймворки, библиотеки, которые применяются для решения этих задач. Мы видим, что среди языков там C-Sharp там нет. Вот есть Python, Python вообще тут у нас, можно сказать, король машин лернинга на текущий момент. Все, что есть, оно, скорее всего, если что-то есть для решения задач машин лернинга, то оно, скорее всего, есть на Python. Быть еще и на других языках, но на Python наверняка. Поэтому, если вы серьезно хотите заниматься этими вопросами, то вам придется учить Python и использовать библиотеки, которые есть на Python. Ну, и тоже верхняя часть – это библиотеки. И, как мы видим, тоже из тех библиотек, которые там перечислены, тоже вы вряд ли найдете хотя бы одну на... Я тут на это. Ну, ажиумашин лернинг – это не библиотека, это, собственно, сервис. А что самое интересное, что вот 7TK, библиотека от Microsoft для работы там с нейронными сетями, она до буквально года назад еще у нее не было API для C-Sharp. У нее было API для Python, там, для языка ARC, который специализированный считает для задач машин лернинга. Но не было для C-Sharp, хотя библиотека от Microsoft. Сейчас уже есть, но вот сам, для того, что ее не было, это достаточно показательно. И еще один слайд в эту же тему. Это пример библиотек, который изучает на неких курсах машинного обучения, доступных онлайн. И вот, опять же, все, которые здесь перечислены, библиотеки и фирмворки, с которыми студенты узнакомятся в ходе обучения, это для Python или там для Java. Для .NET нету ни одной, ну, кроме CNTK, который сейчас уже есть, но еще недавно не было. Вот это я к тому подвожу, что состояние на текущий момент машин-лернинг для .NET, оно как бы не сильно радужное. До того, как Microsoft выпустил свою библиотеку, ну, она не стала сразу сильно, так сказать, светила солнце сильно ярко, потому что выпустил Microsoft библиотеку вот только буквально 3 месяца назад. Это произошло в мае на конференции, то есть презентовали они ее в мае на конференции Build, и это все еще пререлиз, точнее, превью-версия. Текущий номер версии, чтобы вы понимали, 0.4, причем 0.4 он встал буквально сегодня ночью. Я еще вчера смотрел, думал переписать свою демку на самую последнюю версию, если там потребуются какие-то изменения, я не знаю на самом деле. Остался на 0.3, потому что вчера она была еще 0.3, а вот сегодня мне Игорь говорит, что уже есть 0.4. Основные особенности библиотеки, она open source, как сейчас у Microsoft почти все, и мы этому очень рады. Так как она на .NET Core, она кроссплатформенная, значит, это по сути есть фреймворк, он задает некую структуру использования, и к нему можно будет подключать сторонние библиотеки, то есть предполагается интеграция с библиотекой Tencent Flow, с той же самой CintiK, а Core .NET, это сейчас, на текущий момент, это самая такая сильная библиотека для .NET, именно для классического .NET в области машин-бернинга. Ну и главное, что это на .NET. Главное, как бы для нас, как для .NET разработчиков. Почему это хорошо? Потому что встречаются задачи, если у вас система вся на .NET, и вам нужно решать какую-то задачу, из тех, которые я, примеры которых я переводил, да, задачу, пример, который я сейчас приведу в DENK, то понятное дело, что вы можете взять Python, развернуть какой-то веб-сервис, то есть написать на нем решение этой задачи, развернуть веб-сервис, предоставить API некий, да, к этому сервису, и вызывать эти API из своего .NET приложения и получать нужный результат. Понятно, что это все гораздо сложнее сделать, гораздо более, так сказать, error prone, да, то есть когда гораздо чаще у вас будут возникать ошибки по представлению такой вот системы более сложной, вот, нежели вам просто вызвать, по сути, пару функций на том же самом .NET. То есть, и вот преимущество в том, что вам не нужен вот этот вот связывающий код, некий, который связывает ваши системы, написанные на разных языках. Поэтому это хорошо. Немного про, как бы, архитектуру, что ли, самой библиотеки. Значит, у нее там есть как-то лакции решения задач как тренировки, так и потребление, то есть применение вот этой созданных моделей, да, уже в ваших там приложениях. И, как бы, можно разделить на четыре, как бы, точнее, три основных группы. Это вот классы, которые занимаются трансформацией данных. Вот, вот neural text, да, первый пункт, это вот то, что позволит вам быстро и безболезненно, так сказать, перевести входящий текст, некую цифровую, так сказать, цифровой вид. Вот. Ну, какая-то нормализация, выбор, значит, вот этих характеристик, какие там стоит оставить, какие стоит выбросить и так далее, и так далее. То есть, вот это все занимаются классы, которые, условно, объединены в группу трансформ. Есть, собственно, обращающие алгоритмы, вот те алгоритмы, о которых мы вот говорили там несколько слайдов назад, то есть, алгоритмы и классификации, регрессии, не по... Да, классификации, вот комминс, это алгоритм классификах, классификах, то есть, по каждому из этих разделов у них там что-то уже есть. Достаточно много есть. Не все, вот, но достаточно много чего есть. Вот. И всякие вспомогательные классы, то есть, эволюэйторы, то есть, класс, который позволяет, собственно, проводить эту оценку более, так сказать, в удобном способе. Понятное дело, что вы можете написать все сами, но если есть уже из коробки, то почему можно пользоваться, да. Некие загрузчики разных данных и так далее. То есть, вспомогательные классы. Это общая такая. А, ну, квадратик, точнее, прямоугольник слева говорит о том, что можно потом будет это все расширять с помощью сторонних библиотек, но на самом деле сейчас это еще нельзя. Хотя, не знаю, может быть, версия 0.4 уже что-то появилось. На момент версии 0.3, которая вышла там примерно чуть больше месяца назад, этого еще не было. Такая общая архитектура. И roadmap, то есть, что планируется в Майдотнете в ближайшее время. Пока еще нету, но планируется image processing, обработка изображений, ее пока нету. Deep learning, то есть, работа с нейронными сетями, ее тоже пока нету. Опять же, не было на момент 0.3, я еще не видел. Вот эта задача решить по решению, значит, появлению аномалий, ее еще не было, алгоритма. По задаче, все, которые связаны с данными, которые имеют в себя временную составляющую, но обычно это про видео, когда говорят про видео, вот там есть работа с видео, так предполагает, так сказать, будет с этими time service. Ну и, собственно, вот эта интеграция со сторонними библиотеками, это все как бы планируется. В версии 0.3 появились там некие новые обучающие алгоритмы и появилась поддержка так называемого формата ONNX. Это такой общий формат для хранения моделей, то есть идея везде, где этот формат продерживается, вы можете, то есть вы можете по сути обучить свою модель, например, у вас в вашей программе на .NET, применить в программе на Python, допустим. Или наоборот, кстати, более, наверное, интересный, так сказать, случай, более полезный, скажем так. То есть вы можете на Python, у вас гораздо больше средств сейчас пока есть еще, если вы, если есть специалист, который на Python готов обучить вам модель, сделать это там, а уже в своей программе на .NET просто применить ее, то есть загрузить и подать на вход данные, которые вам нужно там оценить, предсказать и так далее, и получить результат. Еще раз я вернусь к общему процессу решения задач, в общем, так сказать, pipeline, что ли, машин лернинга, чтобы мы, потому что сейчас в демке мы, собственно, будем следовать этому процессу. То есть обработка, предварительная обработка данных, само, собственно, обучение, оценка и потом уже применение полученной модели для предсказаний. Время, собственно, демонстрации. И демонстрацию мы проведем на примере такой, небольшой, но вполне реальной задачей. Как я уже говорил, когда рассказывал про себя, что мы занимаемся продажей собственных компонентов, да, и так как это компоненты, это куски кода, и большое количество времени уходит на поддержку пользователей, которые у нас эти компоненты используют. Ну и вопросы типа, как это сделать, как сделать то, как сделать это, у меня не работает, вот эти все вопросы мы решаем, значит, с нашими, так сказать, целями. И для правильной организации всего этого процесса у нас на сайте есть такая себе простая игит-система, да, в которой у пользователя есть свой кабинет, он там задает вопросы, видит наши ответы, пишет свои комментарии, то есть происходит некое общение. Вот, опять же, так как речь идет о компонентах, то очень часто люди присылают нам куски своего кода в этих запросах. Ну, у меня не работает вот это, и пошел кусок кода там две страницы. У нас есть возможность форматирования этого кода с помощью так называемого, ну, языка разметки Markdown, наверное, многие знают. Проблема в том, что пользователи или не знают про, так сказать, Markdown, или просто ленятся. Ну, в общем, мало кто помечает свой кусок кода, вот именно как код Markdown. Проблема в чему? Текст невозможно читать, то есть запрос от пользователя читать очень сложно. Он, ну, сам текст перемешивается с кодом, код вообще невозможно разобрать, потому что он, ну, все понимаете, как, если там код запустить там на что-то на что-то странице показать, он будет там вот какой-то набор силов, который читать нереально. Поэтому было, как бы, идея, да, в качестве эксперимента и в качестве тестирования ML.net попробовать автоматически размечать подобные куски текста. алгоритмы алгоритмы работы решения этой задачи, да, следующее, мы берем просто текст обращения пользователя, ну, даже если он там в формате markdown, мы переводим просто его в плент текст, раздываем на параграфы, ну, то есть, условно говоря, те куски текста ограничены там символом new line, да, для каждого параграфа мы решаем задачу классификации, то есть, мы определяем, является ли этот параграф кодом или простым текстом. собственно, когда мы эту задачу решили, да, мы получили некие предсказания для каждого куска, вот этот код, этот текст, мы склеиваем просто куски с кодом, которые идут один за другим и помечаем его специальными символами, там, markdown это там три обратных слыша, да, три обратных клички, точнее, сверху и снизу этого куска. Обращение у нас уже есть, и причем код в большинстве своем был правильно размещен в этой базе, потому что либо мы правили сами вручную пользователи к нам обращаются, проставляли вот это форматирование, либо это просто ответы от нас, а мы уже в своих ответах тоже сами форматируем все правильно. То есть, короче, база у нас есть. Так, и теперь я перехожу собственно к самой программе, к самой демонстрации. Значит, я как бы пропущу вот эту самую первую часть подготовка данных. Почему это я сделаю? потому что, собственно, эта задача обычно никак с самим машинным обучением не связана. И методы, которые, так сказать, есть в библиотеке ML.NET, они там тоже обычно не применяются, но не так активно. и я просто взял, то есть, что я сделал? Я взял нашу, так сказать, из базы вытащил все эти обращения, из Markdown перевел просто в Plantex и сохранил в виде CSV-файла. И CSV-файл у нас выглядит вот так вот. Сейчас я открою. То есть, видно, да, наверное, у нас есть по каждому параграфу у нас по сути есть два параметра. То есть, первый нолик это говорит о том, что это текст или код, и второй это просто, собственно, две колонки точнее. Первая колонка это признак текста или код, вторая колонка это, собственно, сам текст обращения, да. Ну, то есть, мы видим ноль это, значит, текст, вот у нас идут все нули, а вот здесь пошел код. Вот у нас код. Ну, то есть, вот такой вот файл там длиной дофига. 27700. Вот, то есть, у нас 27000 чем-то там параграфов у нас есть. Мы его разбили уже предварительно на, опять же, на E-train. Вот у нас два файла. И сейчас будем, собственно, их пытаться обучить наш алгоритм. Значит, вся программа наша, ну, это просто консольное .NET Core приложение. Подключение ML.NET это происходит очень просто. Просто референсить в своем проекте один пакет. Вот это, вот так вот это выглядит. Include Microsoft. E-mail. И весь процесс, вот, собственно, те шаги, которые, про которые я рассказывал, если представлены. Сначала мы взываем функцию train, получаем модель объект, потом мы эту модель подаем на метод evaluate, который оценивает и говорит нам, насколько наша модель хороша. И в конце мы попытаемся нашу модель принять каким-то там тестовым данным, которых не было у нас ни в тестовом наборе, ни в наборе для обучения. Вот, чтобы посмотреть, как это работает. метод train входит весь процесс. Сначала мы создаем такой себе объект, который называется pipeline. Ну, всю работу в библиотеке ML.NET можно представить в виде такого себе конвейера. Когда вы говорите сначала, что будете делать с входящим, то есть на входе у вас данные, и вы говорите, что вы будете делать с этими данными, как вы будете преобразовать и потом на какой алгоритм, так сказать, на них напускать. И в результате у вас, в результате работы этого конвейера, этого pipeline получается у вас собственно модель. Что мы делаем тут? Мы собственно первая строчка вот это вот после создания pipeline, мы в pipeline добавляем загрузчик данных. Загружаем мы там вот у нас путь дата пасс, он смотрит там на файл наш CSV, мы их загружаем. Да, тут надо отметить, что все вот эти вот, то есть основная операция здесь pipeline add, добавить в pipeline некое действие. Отметить нужно то, что вот это вот добавление, это не выполнение этого действия, это именно добавление, то есть мы по сути набираем таким декларативным способом, что мы будем делать с данными, но еще не делаем. Делаем мы уже потом в процессе, когда мы запускаем там процедуру train, ниже будет. Значит, вот сначала мы добавили, что мы должны загрузить эти данные, потом мы должны с ними, да, данные у нас вот, данные представлены просто некой структурой параграф дата, в которой сейчас есть два поля. Поле p-type, собственно, код, это ли текст, и поле контент, который просто строка. Почему p-type у нас флот? Потому что у нас, по сути, все данные, которые, хотя оно на самом деле просто там ноль или там булистское значение, true, false. Просто все данные, которые поступают на вход, должны быть флот. С тем контентом, который у нас в стринг, мы сейчас разберемся в следующей буквально строчке. Так, возвращаемся, я это, наверное, оставлю, возвращаемся к нашей. Значит, следующая строчка, собственно, говорит о том, что нам нужно вот наш контент приобретать в некий там новую колонку в нашем наборе по текст, приобретать каким образом. То есть нам из текста нужно получить какие-то числовые вектора. И этим занимается вот этот вот самый класс Text Switcherizer. Что делает этот класс, я точно не знаю. Я предполагаю, что, скорее всего, он составляет некий словарь всех слов, то есть разбивает весь текст на слова, составляет словарик этих слов и представляет наш весь текст в виде вектора длиной размером вот этот словарик. То есть, условно говоря, у нас во всех текстах у нас там типа 2000 числов, да, встречаются. значит, у нас будет вектор примером 2000, где на месте так сказать нашего слова будет стоять единичка. И если у нас некое предложение, некий параграф под вход, значит, у нас будут единички в тех местах, где у нас есть этот самый, есть слова, которые входят в это предложение. Но это мое предположение. То есть, нам, в принципе, сейчас это знать особо не нужно, нам нужно знать то, что из строки, да, у нас получается некий числовой вектор. И он записывается в колонку по тексту. Дальше, дальше мы сейчас у нас, по сути, характеристика в нашем наборе одна. Это, собственно, вот этот по тексту. Если у нас будет их больше, но это мы, опять же, пример посмотрим дальше, нам нужно их объединить и загнать в такую колонку, которая называется features. Ну, это как бы особенность работы самого ml.net, то есть, у вас если это алгоритм классификации, у вас должен быть на входе один вектор features, да, и на выходе там, то есть, результат записан в колонке label. Ну, у нас колонка label у нас уже есть. Сейчас. Ну, да, ptip, это у нас мы ее, как бы, специальным атрибутом обозвали label. А features мы, собственно, составляем вот таким вот образом, с помощью класса column concatenator. и дальше мы, собственно, в наш pipeline, на наш, так сказать, conveyor, мы добавляем, собственно, сам алгоритм классификации. В данном случае это вот такой себе fast3 binary classifier. Почему-то слово binary, потому что у нас два класса у нас, код или текст, и все. Если бы там было классов больше, был бы какой-то другой алгоритм. А fast3 это, ну, это алгоритмы, так называемые diffusion3, точнее, там, наверное, это даже random forest. Ну, в общем, дерево решений это один из алгоритмов классификации. Пока все, что, как бы, нужно знать. Вот. Добавили, и, собственно, есть процедура train, да, которая, так сказать, на выходе которой у нас получается наша модель. На процедуру train мы подаем, собственно, какая структура данных будет на входе, а какая будет на выходе. Paragraph prediction. Paragraph prediction у нас описан, он вообще очень простой. У него просто есть одно вулевское значение is called. И, опять же, его тоже в целях, ну, то есть, так устроена работа в библиотеке, что нужно его обозвать predicted label. Так, получили мы модель, и мы можем ее записать в какой-то файл. файл, это просто zip-файл с неким там набором каталогов и файлов внутри, ну, что именно там записано, тоже я вам не скажу, что-то записано, важно то, что вы можете его записать и можете прочитать потом, что, собственно, мы потом и сделаем. Вот. Следующий метод, собственно, оценить нашу модель. То есть, мы на вход подаем уже тестовые данные, да, не тренировочные, а тестовые, и запускаем такой себе класс, создаем класс evaluator, в смысле, объект evaluator, класса binary классификацию evaluator. То есть, evaluatorов там тоже несколько уже есть в email.net, так как у нас, опять же, бинарная классификация, нам нужно использовать именно этот класс. И мы метод evaluate на нашей модели, которую мы на входе просто подали, и тестовых наших данных. Некий набор метрик, и потом его распечатываем, чтобы оценить, насколько наш алгоритм хороший. Посмотрим, собственно, что получается у нас в этом результате, в результате этих операций, этих манипуляций. Вот. Отпускается консольное приложение, модель тренируется, вот это все данные, которые, все вот эти сообщения, которые вначале, это она сама выдает на самом деле. Ну, в процессе вот этого тренировки это выдается. Вот у нас evaluation, и evaluation говорит нам, что accuracy, то есть аккуратность, 99, ну, почти 90%, это значит, что? Что среди тех данных у нас мы предсказали правильно, ну, вот 90, почти 90% случаев на этих тестовых данных. Есть еще такой общий параметр F1 score, ну, опять же, сейчас, наверное, не будем вдаваться, там это среднее геометрическое, по-моему, между Precision и Recall, ну, в общем, или потом в вопросах, или почитаете отдельно, то есть, это общая параметра, общая метрика оценки именно вашей модели. Опять же, чем больше, тем лучше. Вот. Да, и мы забыли еще про наш метод Predict, на входе которого мы, собственно, вот какие-то тестовые данные создали, то есть, набор Paragraph Data, да, уже без указания вот этой лейблы Type, да, 0 или 1, мы не знаем. Мы подаем на нашу модель есть метод Predict, набор Predictions, и этот набор Predictions, то есть, мы распечатываем. Вот. И распечатываем у нас получается вот такой вот такая распечатка, что вот первый кусок она определила как текст, это она определила тоже как текст, значит, вот этот кусок правильно, как код. В общем, практически все правильно, кроме последнего вот XML, XML текст, то есть, XML разметку она как код не определила. Ну, возможно, просто данных размеченных именно XML в наших тренировочных данных возможно не было. Сейчас, что можно сделать с этой моделью, то есть, как можно ее улучшить? Вот тут, собственно, начинается работа такого себе, Data Scientist. ну, чисто вот так вот активно мы понимаем, что ну, мы поднимаем на вход просто текст, да? Мы понимаем, что, в принципе, если ему немножко подсказать вот какие-то предварительную обработку, какие-то дополнительные параметры ввести, то, наверное, можно улучшить результат. А, ну, первое, что можно сделать, это просто поменять алгоритм. Давайте, давайте с этого начнем. То есть, мы вот, у нас есть FAT, 3B, или классифайр, мы его убираем и берем другую, другой алгоритм, который, алгоритм называется логистическая регрессия. Что самое интересное, это, хоть в слове есть слово регрессия, название и слово регрессия, это алгоритм классификации. Почему так, это отдельный вопрос, выходящий, как говорится, за рамки, ну, это тоже алгоритм классификации, который тоже, по сути, выдает результат да-нет, да, код или текст. И вот, мы видим, что у нас значения немножко даже улучшились. Ура! У нас было, аккуратии было там 89 с чем-то, почти на 2% у нас, так сказать, повысилась наша метрика, что хорошо. Ну, правда, на наши тестовые, какие-то вот эти вот, тестовые наборы, у нас это не сильно повлияло, то есть, национально у нас все так же определяет, как текст. Ну, вот, общие показатели улучшились, что не может не радовать. Это первое, что мы сделали. Второе, я же говорю, что давайте попробуем немножко поиграться с данными и добавить, как бы, подсказать алгоритму некие характеристики, которые помогут ему лучше определять код это или текст. И для этого вот у меня есть второй набор данных. Сейчас отключу. Так, это мы закомментим, а это раскомментим. И здесь уже, в чем отличие, собственно, у нас немножко больше этих самых характеристик для нашего параграф-дата. Именно, ну, кроме нашего Type, это наш лейбл, да, показатель, да, нет, код или текст. И контента у нас добавились еще BraceCount, это количество скобок в нашем параграфе. Вот, мы решили, что если много скобок, наверное, это код, правильно? Ну, или как-то. Мы предполагаем, что этот показатель может повлиять, скажем так. Количество символов разных, то есть не количество там просто букв, а количество каких-то символов. Пунктуация, там, отрицательные знаки, там, плюс, минус и так далее. Вот это мы считаем. И количество первых пробелов. То есть в каждом параграфе, если оно начинается, вот, кстати, текст Featureizer, который переводит наш текст в число некое, он, скорее всего, пробелы игнорирует. А на самом деле это, как бы, хороший показатель, потому что, ну, обычно, когда люди копируют свой код в обращение, в суппорт, они его копируют, так сказать, СС, а СС, это значит, что у него там обычно несколько, там, несколько колонок отступа, да, поэтому, как бы, хорошо бы посчитать у нас там тех же самых пробельных символов перед, перед началом текста, и это, это, записать в эту характеристику, да, данных. Ну, тут есть некая процедура, которая, собственно, на основе текста эти все данные высчитывает, считает просто количество символов, количество скобок и так далее. И вот таким вот образом мы поменяли, я сохранил тоже предварительно вот эти данные уже с этими новыми символами, новыми характеристиками, ну, другой набор, другой CSV файл, так он выглядит уже, то есть то же самое в начале, текий признак, текст, а потом пошло вот там количество, количество там, сначала чего у нас было, количество скобок, количество каких-то символов, не альфа-символов, да, и количество пробельных символов впереди. Вот мы для кода мы можем видеть сразу, что вот у нас количество чего там получается, скобок у нас, ну, скобки имеются в виду там фигурные и угловые, по-моему. Количество скобок у нас 0, количество, значит, таких небуквенных символов у нас 5, и количество пробелов впереди. Ну, вот. Значит, поменяли наши, добавили наши дополнительные характеристики, давайте попробуем вернуть сначала старый алгоритм, посмотреть, как у него будет. Запускаем нашу тренировку. эволюэйшн, и мы видим, что, ну, то есть, аккуратность лучше, чем с этим алгоритмом в первом случае, ну, правда, хуже, чем просто при смене алгоритма даже на тех данных, ну, как бы, поменялось. И теперь вот наш алгоритм, который у нас как бы победил на первом наборе данных, да, давайте попробуем его применить. Вот сейчас вот мы занимаемся работой, так сказать, Data Scientist. То есть, люди обычно берут и играются, начинают играться, то есть, понятно, что у них больше знаний про то, о, тут вот совсем все хорошо. У нас аккуратность уже там на уровне 98%, да, F1 Score там тоже почти уже приближается к 100, то есть, уже все гораздо лучше. Ну, правда, опять же, наш XML, ну, скорее всего, это связано с тем, что XML определяется как текст, просто потому, что у нас очень мало данных, точнее, это не XML, это HTML, даже так. Мало просто этих кусков с HTML-кодом у нас в наших, так сказать, запросах пользователей. Ну, вот, таким вот образом у нас улучшили наши показатели буквально там простыми манипуляциями с нашими наборами данных и подбором, там какой-то более, более интересный, так сказать, более интересного алгоритма классификации. Да, саму демку можно посмотреть, как я говорил, давайте, у нас на сайте, как это работает. Вот я сейчас возьму, салагинись как пользователь, и у меня там где-то был. и попробую добавить, ну, допустим, неважно по какому продукту, это у меня был уже тест вопрос, ну, да, вот я вставил свой кусок, то есть кусок содержит какой-то там хай, привет, и так далее, вот, помогите, помогите, и потом вот наш код, и посмотрим, что получится. Вот, мы видим, что вот этот код, оно распознало, что это код, оно его специально выделило, оно вот выделено таким вот, ну, то есть форматирование его явно отличается от форматирования остального текста, который вот сверху, что говорит о том, что алгоритм работает, ура, он работает, я скажу сразу, что не не прям идеально, бывает очень часто, что саму подпись человека, то есть, когда там пишут в отдельной строчке, обычно вот этот вот Регорд, Джон Сноу, допустим, да, то оно может его распознать как код почему-то сейчас, ну, почему такое происходит, это надо смотреть, но в целом, в принципе, ну, как удастся. Написано было, что accuracy у нас там 97, да, там почти ближе к 97, по-моему, то вот так оно примерно, то есть, в 97 случаях и 100 срабатывает неплохо. Вот, вернемся, наверное, к презентации уже, последнее. Так, демо, да, какие выводы из всего этого? Ну, надо понимать, что это все еще превью-версия, для продакшена это дело не совсем подходит, ну, хотя вот мы попытались даже, но это не совсем, это как бы такая вспомогательная задача, ни на что не влияющая, поэтому выложили ее. Вот, понятное дело, что не все еще реализовано по сравнению особенно там с очень хорошо известными библиотеками на том же Питоне, там как SkyLearn и другие. Не все еще алгоритмы реализованы, не все, короче, очень, достаточно мало возможностей. Вот, если у вас действительно такие серьезные задачи по машину лернинга, лучше смотрите Питон или там ARP. Поддержки нейронных сетей это отдельная тема, ну, пока нет, будет. Они обещают, к концу года обещают. Что хорошо, оно уже сделано, так сказать, согласно неким best practice, да, надо отметить, что вот эти все алгоритмы, которые там реализованы, все классы, все загрузчики данных, они же на самом деле уже у Майкрософта в каком-то виде были. Почему они были? Потому что у них есть уже множество сервисов, которые используют Machine Learning. Тот же Bing Search, те же Cognitive Services в Ажуре, ихний там Bing Conflator, да, и так далее, и так далее. То есть множество вещей, которые у них уже есть, они скорее всего уже написаны, где-то они, то есть эти алгоритмы есть. Они просто сейчас их оформляют в виде отдельной библиотеки, доступны всем. И судя по всему, структура самой вот сами подходы, как это реализовано, она повторяет известную библиотеку Scale Learn на питоне. Что, как бы, ну, зачем изобретать велосипед, если он уже, так сказать, хорошо работает и проверит. Правильно. Еще отдельное, как бы, такое замечание, хорошо то, что оно, некий базовый функционал по Natural Language Processing, да, NLP, предоставляет уже, так сказать, из коробки. Вот, собственно, вот этот Text Featureizer, это, как бы, часть уже больше относящаяся к, ну, которая преобразовывает текст в вектор числовой. Это часть, которая больше относится к, именно, к области NLP. И у них там еще множество алгоритмов, множество, ну, множество алгоритмов, которые относятся именно к NLP, они планируются поставлять в рамках этой библиотеки. Это, ну, почему это хорошо? Потому что вам не нужно подключать разные, так сказать, библиотеки для задач, а задачи с текстом в Machine Learning весьма часто встречаются, поэтому, почему бы, хорошо, что оно все вместе. хорошее, так сказать, у них, они взяли темп, то есть в мае была 0.1 версия, уже 0.4, прошло там 3 месяца, ну, неплохо. Вот. И советую применять для каких-то небольших задач к классификации, уже можно применять вполне, если вас, это не основная, как бы, задача в вашей системе, да, но вам нужно что-то сделать в этой области, то вполне уже можно применить это очень быстро, как я показал, удобно, не занимает много кода и работает. У меня, наверное, все, да, все, я готов, наверное, выслушать там вопросы, знаю, как это будет происходить. Могу маленькое замечание сделать, меня слышно? Да, слышно. Мне кажется, задача не совсем полностью корректна, вот, в данной постановке, потому что, например, я не знаю, как бы я, ну, как человек, ответил на вопрос, ну, псевдокод является кодом или нет. А второе замечание, я не увидел, по крайней мере, у вас презентация, динамику, ну, логирование динамики, обучение, пошагово, то есть, я не знаю, допустим, как происходила эта динамика, были там моменты регрессии, какой-то, может, я мог бы, ну, улучшить эти шаги. Вот. Так, ну, по-первыхому, по-первыхому, это же просто демонстрационный проект, да. Ну, опять же, тут задача, которую решают обычно с методами машин, машинного обучения, основывается на каких-то уже данных, которые у вас есть. В данном случае данные, это, ну, так сказать, наша база обращений пользователей, в которых уже текст неким образом размечен. И если мы какой-то там все доклад, как вы говорите, пометили где-то, как код, значит, она, наша, так сказать, наша модель, которую мы получили в результате, она и будет его тоже помечать как код, скорее всего, в тех наборах, которые уже на вход подаются. Если нет, то нет. То есть, тут вопрос, ну, как человек решит, который вот предварительно, так сказать, набирал этот тренировочный набор, так и будет, в общем-то. Ну, и плюс, я же говорю, что задача демонстрационная, в общем-то, да, она не, ну, не та задача, которая на что-то там сильно влияет, но немножко сокращает наше время, что тоже неплохо, потрачено на нее было, там, ну, не знаю, пару часов, это еще с тем, что надо разобраться в самой библиотеке, да. Вот, что касается, то, что вы не видите, как происходит, ну, как бы, это же и плюс, и минус. Чтобы вам увидеть, как там внутри это все, меняются какие-то эти параметры, вам нужно, скорее всего, написать алгоритм самостоятельно и вот за ним как-то следить. Тут же задача, точнее, преимущество использования вот этой готовой библиотеки именно как раз в том, что вам вот есть конкретная задача и под нее вы там выбрали пару, попробовали пару алгоритмов, вам, в принципе, не должно быть особо интересно, как они там работают. Вам интересно, какой результат они выдают, то есть вот, что вы, собственно, определяете с помощью этого шага последнего, точнее, при последнего. Мне кажется, как бы, это, что оно есть. Надеюсь, я ответил на вопрос. Я бы хотел сказать, что, допустим, в тех же библиотеках на питоне есть возможность логировать вот эти шаги и это дает большое преимущество в плане когда на начальном этапе ты пытаешься построить модель и не знаешь, как правильно выбрать фичи, какой алгоритм выбрать и часто сталкиваешься с тем, что с корректностью около нуля ты не можешь из нее выйти. и вот пошаговое обучение логирование вот это оно дает такое вот немножко какое-то какие-то данные понимание о том, как происходит обучение. В правильную сторону ты движешься или нет. Я понял. Ну, смотрите, на самом деле я, например, я, может быть, просто не знаю, что оно есть в ML.NET. Потому что я, ну, документации сейчас практически по ней нету, то есть, все, что вы можете, так сказать, про нее узнать доступно просто из самого исходного кода или из демо, так сказать, проектов, которые они там предоставляют. Поэтому, ну, всех возможностей мы на самом деле не знаем. Мы ждем, пока они какой-то уже там ближе там к риз кандидату выпустят. Наверное, к этому моменту будет какая-то более-менее вменяемая документация. И там, возможно, это все уже есть. Потому что, ну, если вы там заглянете в под ихний, и по этим классам такое количество, так сказать, методов и свойств, которых, как бы, вы не используете просто сразу из коробки. Но они есть, и, наверное, как-то их использовать можно. Поэтому, я думаю, все будет, скажем так. Да, я понимаю, о чем вы говорите. я не могу еще добавить поводу как раз того, что не сразу видно в демках и документации. Документации просто вообще нету, но я тоже обнаружил, что, например, вот у нас есть вот этот Paragraph Prediction, да, то есть уже результат, да, класс, который сохраняет результат. Если вы помните, там, в начале у нас вот был только одно поле. Фишка в том, что если добавить туда вот таких вот два поля, вот именно с таким названием, то она туда будет записывать именно некий скор, некое там число, которое определяет, так сказать, насколько оно уверено в этом ну, в формате, да, и probability это, ну, то же самое, только уже в формате именно вероятности, то есть от нуля до единицы. И, собственно, мы вот это вот, если просто добавлением вот этих полей, то есть ничего больше не менять не надо, никаких там специальных свойств или там методов вызывать, ничего не надо, мы просто добавили и оно уже нам туда его записывает. Вот я вот сейчас покажу, как это, как это выглядит в результате. То есть, оно же, понятное дело, что предсказывает не на все 100%, вот правильно, а с каким-то, так сказать, с какой-то вероятностью. И вот эту вероятность можно даже посмотреть и можно даже в какой-то мере там ее как-то использовать. Ну, вот мы увидим, что на текст, у него, ну, probability тут имеется в виду вероятность того, что это код. Вот вероятность того, что это код 0.06, да, то есть маленькая. Ну, скорее всего, у них этот порог, это 0.5. Ну, то есть, то, что больше 0.5, это, значит, код, то, что меньше, это текст. Вот, то есть, ну, для вот этого текста вообще у них там, ну, скорее всего, там 0.00 что-то, просто я вывожу первые две цифры после запятой, а вот, когда уже у нас встречается код, вот видите, у нас у них вероятность уже 0.95, то есть, они притешило, да, что это код. Ну, и так далее, вот мы видим. Ну, для вот XML, у них, видите, такая не 0.11, ну, все равно слишком мало для того, чтобы как-то определить, что это код. Вот, то есть, короче, там, это я к тому, что много, много чего мы еще, наверное, не знаем, вот, что можно с ней делать. Это такой базовый, как бы, да, простая демка и базовые возможности. Вот, еще вопросы? Вы не сравнивали по производительности те же задачи, допустим, на каких-то других библиотеках, других языках? Да, хороший вопрос, но нет, не сравнивал. Ну, честно говоря, просто не было времени, ну, надо, у меня была мысль взять Python, взять какой-нибудь тот же Skill Learn и попытаться на нем. Ну, это интересная задача, я думаю, что, ну, на этих данных, честно говоря, ну, уж видите, процесс обучения занимает, там, ну, максимум пару секунд. Ну, причем, для реальных задач, понятное дело, процесс обучения, ну, не сильно-то и важен, то есть, его, как бы, продолжить, ну, важен, конечно, конечно, но не так важна, как процесс именно предсказания, а он, скорее всего, будет примерно одинаковый, или там, я так, предполагаю, что, может быть, даже на C-Sharp будет быстрее. Ну, в общем, мы не знаем, надо потестовать, это интересный вопрос. Да, Игорь уже ушел спать, потому что он сейчас в Штатах, у него немного другой часовой пояс, но я так понимаю, что вопросов нет больше, давайте тогда заканчивать. Спасибо, Сергей, за презентацию, это было очень круто, реально круто, спасибо, очень много рассказал, введение, и все, и про саму библиотеку, все, я думаю, спасибо. Надеюсь, что кому-то было полезно, надеюсь, что большинству было полезно, вот, ну, если что, мои контакты в записи, пишите, попытаюсь ответить, на что, на что смогу.